Сырость в квартирах беспокоит жильцов 27-го дома на Майском бульваре с самого заселения. Здание построили около трех лет назад. Вскоре влага стала скапливаться не только в жилых помещениях, но и в подъездах. Люди рассказывают, сейчас так живописно почти у всех соседей. Некоторые квартиры, да, вот как представлено в данной, еще не живут. Но опять же, при ремонте это будет создавать дискомфорт. В остальных случаях, ну вы сами прекрасно должны понимать, когда у вас льет из окна, выходите, постоянно все это вытираете. Это влага, это холод, который дует. И особенно в осенне-зимний период это неприятно. Жильцы хотят иметь комфортное жилье по той стоимости, по которой они покупали его. По поручению губернатора Романа Старовой, эта рабочая группа осмотрела три многоквартирных дома на Майском бульваре. Чтобы выяснить, почему же здесь задерживается влага, специалисты взяли пробы герметизирующего материала на межпанельных швах и сделали предположение о причинах возникновения сырости. Когда мы первый раз на 27 доме поднимались, там есть места, ну предварительно могу сказать, что на наш взгляд недостаточно упругая прокладка была вставлена в отдельных местах, недостаточно ее сжатия. Что касается межпанельных стыков, то типового узла на примыкании остекления лоджии к железобетонным конструкциям нет. Его делал подрядчик. По нему тоже есть некоторые замечания. Может быть недостаточно, все-таки он загерметизирован, засиликонен. Но надо еще вот смотреть, выяснять, чтобы не обвинить кого-то преждевременно. Дополнительно специалисты провели тепловизионный контроль и проверили, пропускает ли конструкция воздух. Факта утечки тепла из жилых помещений не обнаружили. Они сначала нагнетают воздух в помещение и смотрят потери, которые этот воздух выходит из жилого помещения. И далее уже они создают разрежение, то есть на тот случай, чтобы воздух извне мог попасть в квартиру. То есть и делают необходимые замеры по данным показателям, которые у них фиксируют их приборы. Сейчас специалисты выясняют окончательную причину появления влаги в домах. Как только она станет известна и позволят погодные условия, приступят к ремонту. Егор Грожанкин и Сергей Дорохов. События дня.